Владимир Николаевич, приветствую вас. Добрый день. Владимир Николаевич, вы уникальный человек во многом. Я сейчас поясню, почему я так считаю. Вы одинаково интересно рассуждаете и о больших экономических темах. В последнее время сложилось несколько таких тенденций к обсуждению которые много говорят всем. Ну, например, такая популярная мысль. Мир идет к тому, что делится на макрорегионы. То бишь гегемония Соединенных Штатов близится к закату. Должны появиться макрорегионы. Вот они вроде как уже формируются, свидетельством тому, набирающие популярность и БРИКС, и ШОС. И мы ищем там свое место. Но вот вы в своей, ну, ежедневной, если хотите, деятельности, вот это движение каким-то образом чувствуете? Учитывая мою, так сказать, производственно-экономическую судьбу, я как раз после института попал в одоворок всех этих корпораций. Кооперация зонных движений, начиная от Горбачева, потом 90-е годы и так дальше. То есть могу сказать, что все возможные жестокие экономические эксперименты на мне, как говорится, были проведены. Ну, и как бывает с тяжелыми экспериментами у медиков, какая-то часть мышек выживает. Вот я как вызываю интерес, как та мышка, которая, пройдя все эти страшные эксперименты над собой, я, в общем-то, дожил до этого момента, и само по себе это интересно. Ну, исходя из того момента, что нам... Я еще добавлю, вы с точки зрения вот белорусского и российского зрителя интересны тем, что вы, ну, как вы там говорили, помните сами, вы и русский белорус, и белорусский россиянин одновременно. Ну, так, дело в том, что 90-е годы я как раз участвовал в многих процессах, проектах, которые проходили как отдельно в Беларуси, так и отдельно в России, так и на связке этих моментов. Я видел разницу в том, какие эксперименты проводились над нами в то время на разных территориях, и кто упирался, и кто, наоборот, поддавался, и как все это происходило. Поэтому в этом плане, конечно, именно... Я ни разу не был теоретиком к тому моменту, когда вся эта водоханалия началась, и, может быть, именно это помогло мне пройти живым через эти все моменты. Потому что с точки зрения того, что мы делали, мне получалось выполнять те функции сдачи именно потому, что я не знал, что этого делать нельзя, этого сделать невозможно. Это я потом уже понял, что это никакой теории экономически не подтверждаются, действующие. Но ты иначе что-то в соответствующей теории на самом деле или нет. Поэтому я в этом плане набрался определенного, так скажем, опыта, который, ну, так, откровенно говоря, сейчас может опять пригодиться. Почему? Потому что мы сейчас стоим на очередном, в общем-то, экстремуме. Только это экстремум уже, наверное, не касается нашей страны, это касается мира. Хотя будет происходить примерно то же самое, что происходило в момент развала Советского Союза. Поэтому те или иные макрорегионы будут появляться, не будут появляться. Ну, вот как распадался Советский Союз, примерно по этому пути, я думаю, будет происходить и распад нашего, так сказать, глобального финансово-выточного мира. Но не то, чтобы это был конец глобализма. Я не настолько верю и наивен в то, что когда нам говорят, ну, все, конец теории глобализма, глобализма больше не будет, будут макрорегионы, будут полюса, будет многополярный мир. Я так не считаю. Я считаю, что сейчас, конечно, произойдет определенное разделение, но только лишь для того, чтобы опять потом в будущем объединиться. То есть, чтобы объединяться, надо разъединиться. Но процесс разъединения сегодня, конечно же, и разбивание мира на макрорегионы, то или иное состояние, это процесс будет объективный, он практически неизбежен. Другое дело, что это не тенденция развития всего человечества. По моему представлению, я попытаюсь объяснить свою точку зрения. Понимаете, в своей жизни я принимал участие достаточно больших, как в большом количестве проектов, финансовых, да, и я представляю, как работает финансовая пирамида. Очень хорошо представляю. Не только как человек, который со стороны на нас смотрел, я знаю, как она работает внутри. Потому что в 90-е годы многие проекты, которые в России проходили, дорабатывались, они все равно были своеобразного рода пирамидой. Я не буду говорить про МММ, это там все понятно. Но вот такой проект, если кто-то помнит 90-е годы, как АВА, да, благодаря которому было, в общем-то, построено период развала, тем не менее, конвейеры десятки был запущен, а там объем финансирования инвестиций составлял более 170 миллионов долларов. Это практически тоже была пирамида, которая по факту привела не только к ограблению населения, что тоже произошло, но тем не менее, был построен определенный промышленный объект, который потом ждал время работы. Но это так, если возвращаясь к тем моментам, в которых так или иначе, я тоже, как говорится, поучаствовал, как молодой специалист, смотря как это все происходит. Поэтому доллар, да, действительно, много об этом говорилось, что доллар, это пирамида, это пирамида. Кто-то смеялся над тем, что вот все ждут окончания этого доллара, он никак не оканчивается, никогда не окончится, но, наверное, все-таки, давайте быть объективным. Да, действительно, у нас была пирамида, и эта пирамида, как любая пирамида, имеет срок жизни. Пирамида, финансовая пирамида, доллар, финансовая пирамида, она имеет определенные ограничения. Но все равно мир конечен. И в данной ситуации мир закончился, в точке того, на кого еще можно расширять этот фундамент пирамиды. И вторая часть, очень важная для поддержания работы пирамиды, это доверие. И мы сейчас одновременно, можно сказать, подошли к периоду, когда и мир закончился, на который можно было бы правила долларовой пирамиды распространять. И доверие начало сыпаться с невероятной скоростью, понимая, что все закончилось. То есть, последние события финансовые на рынке, хотя они, по большому счету, как-то пытаются в прессе, как частные случаи, но на самом деле это неизбежные моменты, которые будут происходить. Инфляция в Америке, да, мы говорим, что, нам говорят, учебники современные, что инфляция это плохо, с ним надо бороться повышение ключевой ставки ставки. Но вся проблема в том, что, как вы только что смогли убедиться, повышение ключевой ставки приводит к тому, к чему и должно было привести. Долг невозможно обслуживать. Слишком дорого. И если, допустим, в России мы умудрялись выживать при ключевой ставке финансов 20%, тоже, конечно, нас угнетало. А вот с точки зрения американцев, когда они перешагнули ключевую ставку для себя в 4%, у них экономика начала сыпаться. А обслужить долг сегодня они с этой ставкой не могут. Смягчить монетарную политику, это сразу не попадает на инфляцию. Но если раньше инфляция через пирамиду уходила и экспортировалась в недоразвитые страны, так или иначе, вспоминаем 14-й год, когда в той же России доллар практически в 2,5 раза в 3 вырос, произошла девальвировка рубля. И подобного рода девальвирование происходило по всему миру. То есть весь мир скинулся на то, чтобы обеспечить своими ценностями, своими ресурсами, своим уровнем жизни подкрепление этой долларовой системы и подкрепление уровня жизни населения в Америке. Но мир конечен еще раз. И возможности дальше финансировать пирамиду, по большому счету, ни у кого нет. Поэтому так или иначе в странах начинает возникать вопрос, что делать дальше. Значит, кстати, 14-й год, мы-то там здорово, конечно, заплатили для того, чтобы с России, как говорится, определенные моменты. Кто-то помнит, понимает, что такое падение в 3 раза валюты. По большому счету, это в 3 раза обесценивались те сбережения, которые были в рублях у населения нашей страны. Это в 3 раза обесценивались активы, которые были на предприятиях, заводах, которые были залоговыми инструментами для банков. То есть фактически был нанесен серьезнейший финансовый ущерб всей системе и уровню жизни населения у страны. Безусловно, это так. И более того, 14-й год привел к тому, что Россия, она и так деградировала технологически, но 14-й год привел к резкому скачку деградации в технологии машиностроения обрабатывающей отрасли. Почему? Потому что мы потеряли не просто активы, мы потеряли оборотные средства для предприятий. А без оборотных средств для предприятий вы не можете поддерживать полноценный производственный цикл. И мы вынуждены после 14-го года были перейти на покупку комплектации у своих ни разу недобрых партнеров, хоть в Сатоку, хоть в Западу. Все равно недобрые. Таких моментов достаточно было много. И дальше возникает вопрос. А что происходит в ситуации, когда сыпятся пирамиды? Я не могу на самом деле ерничать по поводу того, что наконец-то, наконец, ребята, произошло то, о чем мы дома мечтали, и разговаривали большевики, и Ханин вместе с ними, что конец доллару. Но давайте все-таки внимательно слушать наших лидеров и России, и Белоруссии. И я скажу, что в данной ситуации вопрос перехода к новой системе, в том числе и в торговых отношениях международных, оно неизбежно. И Владимир Путин еще летом прошлого года обозначил, на мой взгляд, очередную вещь, которые почему-то не придали того импульса в массовом информационном поле, которое, в общем-то, оно того заслуживало. А он сказал, что мир стоит в ситуации перехода, где снова будут иметь ценности, реальные ценности. Мир уходит от экономики мнимых ценностей. Он сказал это так. Это неизбежно, потому что они раньше были мнимые, но сейчас эта мнимость настолько стала серьезной. И ее некуда на самом деле экспортировать. Невозможно экспортировать такой объем монетарной инфляции, который сегодня возник в Европе и Америке. И, соответственно, это произошло в 1991 году. Помните реформы Павла в 1991 году? Инфляция, которая достигала двух и даже трехзначных значений на коротких минутках времени. Все это у нас было. Теперь в такого рода ситуацию шторм будет пооружаться мир. С той или иной скоростью или углом падения. Но это неизбежно просто почему. Потому что эмиссия для поддержания работы в потомстве системы, она не заканчивается. А каким образом можно сделать более половую катастрофу, так скажем, тяжелые скатываются с этого дела? Вы должны каким-то образом ваши малообеспеченные долларовые бумажки все-таки хоть чем-то обеспечивать. И если посмотреть внимательнее, а что происходит, то да, можно обозначить, что якобы теряные самцы против России это попытка заставить Россию примириться с теми или иными предлагаемыми ей политическими условиями. А на мой взгляд, ничего подобного. Попытка ограничить и установить ценовые потолки на энергию и все остальное, это по большому счету попытка усилить обеспеченность доллара. Потому что если вы искусственно выбиваете ликвидные активы из рыночной конъюнктуры и оцениваете их, ну, таким образом, как бы и раньше за доллар можно купить условно говоря, до 60 долларов бочку нефти. Условно, да? Вот. Что бы ни произошло, бочка нефти 60 долларов. Почему это не сработает? Не, она может сработать на каком-то периоде, безусловно. То есть, доллар тогда, доллар, бочка нефти, это как некая константа, да, измеритель всего получается. Ну, не важно, баррель, бочка, тут не суть. Но, ведь проблема ведь в чем? Универсальная мерила получается. Да, вот те самые древние, недобитые, кто сейчас еще живы, они же помнят в Советский Союз, как это все происходило. У нас же тоже была попытка остановить цены в магазинах, да? И просто в магазинах цены были низкие, но... Но там ничего не было, да. Понимаете? То есть, мы-то эти грабли, на них танцевали там просто часами, мы были синие от такого рода граблей. Поэтому то, что произойдет сейчас в плане попытки придержать цены на ликвидные товары, и ведь не случайно сейчас, ладно, Россия там, ну, но ведь сейчас все нефтедобывающие страны посмотрели. И сказали, не, ребята, это не годится. Если вы хотите, то в нефтяном магазине России, где не будет больше нефти, пускай стоят ценники 60 долларов за бочку. Мы поставили, да, все желающие могут прийти в этот универсал нефтяной к России и купить, если там будет эта нефть, за 60 долларов. А если там не будет нефти, она вам нужна, то это, пожалуйста, к нам на рынок в Саудовской Аравии. А тут она будет 100, 120, 170, но зато будет. А если у вас будет валюта бесцениваться, то и 200, то и 300 и так далее. То есть это будет сейчас повторяться как державюл, то, что вот чем хороша группа мышей, на которой провели эксперименты, и они дожили до сегодняшнего момента. Они уже знают, что будет, они уже это проходили, они уже смотрят на это дело не с древнерусской тоской, а с мыслью, а у нас-то шансов в этой ситуации побольше. Мы знаем, как будет, мы знаем, как пережить, понимаете? И дальше возникает вопрос, ну хорошо, а макрозоны-то чем отличаться будут от большой зоны? Ну, начнем с того, что макрозоны... От глобального мира, да. В глобальном мире, да. Хотя слово зона, на самом деле, учитывая... Ну, давайте назовем регион, неважно, ну, чтобы не было вот этого. Вот, на мой взгляд, все-таки макрозоны. И не случайно мы говорим про цифровые виды валюты, потому что, ну вот, вот если бы не цифровые валюты, то макрорегионы. А вот так я все-таки считаю, надо себя не обманывать и не обманываться, а называть вещи с именами макрозоны. Но, с другой стороны, давайте так, чем крупнее зона, тем на ней свободы больше. Кто в армии служил, тут меня понимает. Если большая чая, да еще дырки в заборе, то вроде бы и в армию служил, а все равно немножко легче. Можно всегда через забор, там, в самоволку, там, до магазина добежать и срок в шоколаде прикупить здесь копеек. Мелочь, а душу греет. Ну, ладно, в макрозоне будет тяжелее с сроками. Значит, логика в данной ситуации, она стоит в чем? Ну, если так, опять-таки, себя не обманывать, долги обнулили для чего? Чтобы опять начинать копить долги. Только уже каждый в своей территории. Дело в том, что в любом случае идет конкуренция. Конкуренция чего? А по большому счету всегда идет конкуренция научно-технического прогресса. То есть, и чем больше рынок, ничего в этом плане не изменилось, тем себестоимость не только изделия дешевле. Дело в том, что окупаемость научно-технических достижений и внедрение научных достижений в производство и промышленность, оно тем выше, чем больше рынок. Это одна из причин, почему Россия очень сильно сейчас отстала в электронике. И очень тяжело вообще рассматриваются варианты проекта, как вернуть в себе технологический суверенитет и независимость именно в микроэлектронике. Рынка нет, который позволяет обеспечивать нужную себестоимость массовых изделий. Потому что массовые изделия в микроэлектронике у нас быть не может, у нас нет такого рынка. И в отличие, скажем, от машиностроения, где рынок, который отличается в 2-3 раза, он тоже играет на себестоимость, но это процентов 30-40. Это много, но это не кратные вещи. То в электронике, предположим, разность в рынках, она заставляет колебаться себестоимость изделия до сотни раз. Это слишком большая разбежка. Поэтому вопрос того, как будут объединяться те или иные регионы для того, чтобы иметь общий рынок, это, безусловно, очень важно. И если мы с вами поговорили про МЭФ, то мне довелось поучаствовать в одной из сессий по еврозесовской тематике, где мы говорили о общем рынке еврозес. И, кстати, я там как бы выступал со стороны России. Да, но в пример приводили союзное государство, насколько я так успел посмотреть. Да, буквально 2 апреля, 27-й раз. Ну, как положительный пример, собственно, для всех. Вот. Ну, мне в этой ситуации было проще. Почему? Потому что на нашей, так сказать, сессии на трибуне, будив еще Белоруссии, ты вступал генеральный директор Амкадор Онега, который расставил интерес, так сказать, Белоруссии. Поэтому, в общем-то, мы там вдвоем немножко, так сказать, имели численный перевес над Арменией и Кыргызстаном. Да, и даже над Россией в том числе. Ну, потому что, на мой взгляд, принципиально важно, что надо сейчас обсуждать, что вроде как еврозес есть, а общего рынка на еврозесе нету. Слишком много встречных ограничений и, мягко скажем, несогласований. То есть, я приводил простой пример, допустим. Вот сегодня, через многие-многие-многие годы борьбы, безусловно, белорусская продукция, техника, машиностроение может быть, может стать участником на тендерах в России, на муниципальных тендерах. То есть, белорусский трактор наряду... То есть, белорусский равно российский, он одинаково участвует? Ну, почти, 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 да. Ну, вот, а теперь смотрите, внимание, уникальная вещь. Вот если Кировский завод Серебрякова, почему-либо, в свой российский трактор, поставит двигатель Минского моторного завода, этот трактор на муниципальных тендерах не будет иметь возможности участвовать, потому что он будет считаться импортным. Понятно, да? Подождите, у нас вся такая продукция, в том числе и трактор, ну, и, коль уж о нем говорим, она вся собрана тут... Ведь сколько заводов в России работает, например, на трактор Беларусь, чтобы его собрать здесь? Слушайте, я вот это... И наоборот. Уже не год, и даже не десять. И, честно говоря, я не верю в то, что логика, эта, очевидно, логика, она не доходит, потому что она слишком сложна, она слишком проста, чтобы ее не понять. Но если она не принимается, значит, должны быть другие причины. Ведь вы правильно сказали, вот что БелАЗ, что МАЗы, но царство Беларуси – это вообще уникальная вещь в том плане, что 82-ка, она больше, чем 52% состоит из материалов, которые поставляют из России. Интересно, что количество заводов, которые работают на конвейеры, Минский конвейер МТЗ, количество из России, их больше, чем предприятия, которые работают на этот же конвейер в самой Беларуси. И мы вот эти моменты не можем... Это же всегда еще и подается, как, смотрите, как у нас все здорово с интеграцией. Видите, мы сами... Да, трактор белорусский, бренд белорусский, но сколько рабочих мест в России, благодаря тому, что вот этот трактор есть. И так можно по каждому ведь брать, не только по трактору. Дальше у меня возникает вопрос. Смотрите, то есть мы столько лет говорим о промышленной кооперации. Но я как практик-теоретик, который в этой промышленной кооперации уже 15 лет, и вот было 2 апреля. Все там отпраздновали, там шампанское, цветы, салют, флаги. И белорусский, премьер-министр, сказал нужные слова, и в том числе так аккуратно, о проблемах, которые надо озвучивать, сказал, не хотелось бы в нашем союзном государстве создавать дублирующие мощности. О чем он сказал? О том, что, допустим, в России сегодня нет завода по производству двигателей, дизелей, малой мощности. А он не в Беларуси. То есть до 200 и даже до 300 лошадиных сил Минский моторный завод способен выпускать и выпускает вполне себе приличное массовое производство двигателя моторного завода. И я скажу так, как мы занимаемся производством спецтехники, у нас есть техника и с двигателями Минского моторного завода, и с двигателями китайского производства ВИЧАЙ. Мы сравниваем эти вещи, и я скажу откровенно, ВИЧАЙ не превосходит. Хотя ВИЧАЙ, я сегодня знаю, в Беларуси тоже, как говорится, локализуются, есть свои проекты, но для малой техники Минский моторный завод точно не уступает. Но дело в том, что с Минским двигателем я не могу сертифицировать технику российского производства. Для России что Минский двигатель, что китайский, оба иностранные. А так как у производственников, промышленников российских есть свои требования по локализации, и они с каждым годом усугубляются, то приходит момент, когда надо уже локализовывать, в том числе и двигать это. И дальше возникает вопрос, что делать? И сегодня в России на полном серьезе обсуждается вопрос создания и строительства завода по производству двигателей малой мощности. А рынок-то у нас откуда? На два завода. Всего маленькая фраза премьер-министра Беларуси Голоченко «Давайте не будем создавать параллельные мощности». За ней стоит, я вам только один пример привел, таких примеров десятки. Мы что, сейчас должны тратить наши союзные ресурсы на то, чтобы что? Чтобы наш продукт был еще менее конкретно способен, потому что себестоимость у него будет на 30% выше, из-за того, что мы поделим рынок на двоих. Эти же вещи очевидны, понимаете? Уже об этом говорят все. Вот у вас часто на канале выступает уникальнейший, просто талантливейший руководитель российский Сергей Серебряков с Кировского завода. Он за белорусов бьется больше, чем я не знаю. Белорусы бьются за себя на всех площадках, даже там, где его не просят. Он лезет и говорит, да вы как же так? Он практически синициировал создание ассоциации союзного машиностроения «Прогресс», куда входят МТЗ, Кировский завод и «Номсельмаш». Почему? Чтобы вот эти вопросы решать. Нам надо заниматься импортозамещением. Мы друг с другом не импорт. Нам надо замещать немецкое, американское, китайское надо замещать, в конце концов. А мы начинаем делать параллельные мощности, замещая друг друга. Но это, как говорится, один из таких моментов, которые режут глаз. И я скажу откровенно, нам с ребятами из Амкадора удалось на сессии Евразеса, но, как бы мягче сказать, эту ситуацию обострить и не в мягкой форме ее озвучить. Надеюсь, нам это ничего не будет. Нет, тема на самом деле важная. Просто, вот вы говорите, 27 лет попыток все это сделать совместно. Ну, ладно, можно там прошлые годы списать на влияние клану олигархических структур в России, которые, ну, преследовали абсолютно свои далекие от государственных интересы. Но сейчас-то ситуация совершенно другая. Вот конфликт, который сейчас происходит на Украине, он же нас просто толкает в объятия друг друга, как хотим мы того или нет. И по нормальной логике все вот эти вот препоны должны просто не то что рушатся, они просто исчезать должны как-то вот моментально. С точки зрения логики специальной военной операции, как вы говорите, должна... Это своеобразный вид того, как мы выходим из-под контроля какой-то нас колонизирующей силы. Верно? Ну, так, как вариант. В данной ситуации, считаю, надо опираться на выступления наших лидеров. И президент России Владимир Путин сказал следующую интересную фразу, вот буквально еще месяца не прошло, о том, что прошлый год по профильциту торгового баланса России был рекордным. Россия отгрузила за рубеж товарной продукции на 332 миллиарда долларов больше, чем получила в РАД. Понятно, да? Это на 70% больше, чем в 2021 году. И более чем в два раза больше, чем в 2021 году. Что такое профильцит торгового баланса? Мы так ругаем на Биулину за то, что она проспала 300 миллиардов резервов, так мы дали вот еще 332 туда отдали без вариантов. Понимаете? И мы продолжаем, кстати говоря, в планах на 2024 год у нас также стоит много, больше 100 миллиардов даже в плане торгового профицита. Мы продолжаем туда платить. И поэтому вопрос действия механизмов есть неоднозначен. Причем я призываю к этой цифре относиться спокойно и объективно оценивать возможности, почему это может или не может происходить. Дело в том, что, как мы с вами уже обсуждали, эмиссионный центр, он работает по некоторым правилам, которые были написаны не нами. И происходит очень неприятная для нас вещь. Дело в том, что эмиссию рубля, как бы нашей национальной валюты, мы можем делать только в рамках продажи сырья и первого передела за рубеж, за валюту. И если за рубеж мы не отгружаем, то мы эмиссию рубля сделать не можем. Поэтому просто взять и остановить продажу нашей нефти, газа, металлов за рубеж и тем самым остановить разграбление страны и нашей природной рентой, мы не имеем права согласно правилам поведения эмиссии рубля. Почему? Потому что у нас тогда доходная часть бюджета будет уменьшена как минимум в два раза. А как же социальные наши эти вещи? То есть сделано несколько таких серьезных закладок, которые на вскидку очень сложно преодолеть. И я до сих пор не понимаю, мы столько времени говорим о тех или иных макрозонах, БРИКС и все остальное, но ни в одной из этих организаций не сформировано понятие о том, каким образом, по каким правилам будет имитироваться будущая валюта будущей экономической макрозоны. В общем, вопрос. Почему я и немножко так нервно отношусь к внедрению так называемых цифровых валют, в том числе для макрозон, потому что для меня не очень понятен смысл, в чем суть будет происходить наполнение этих самых цифровых валют, обеспечение этих валют. Цифровая валюта в том плане, как сейчас мы их обсуждаем, это не расчетная единица, не средство сбережения, это продуктовая карточка, распределительная, не более того. И кто пережил, опять-таки, из тех мышей, 91-е и там дальше годы, вы помните, что наличие на руках карточки еще не гарантирует, что вы в магазине купите бутылку водки. Там очередь такая, что могут и об голову этой бутылки, и это все нам предстоит, понимаете? Поэтому надо запасаться с сахаром. Я шучу. В 90-е годы. Но, тем не менее, это я к чему. То есть, вот эти вещи, мы много говорим о том, как там, 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 но я на десятках площадок не слышу и не вижу обсуждения этой проблемы и этого вопроса. Ну, иногда кто-то обсуждает в Ливии, что не мешало бы внести золотой динар, но недолго обсуждает, после этого туда вводит беспилотную зону и обсуждения заканчиваются. Но, похоже, сейчас этот вопрос уже стоит не только, ведь из этой пирамиды сейчас откалываются целые регионы. Так или иначе, Китай перестал финансировать эту пирамиду. Все. Выпадает полтора миллиарда. Она просто неизбежно сейчас засыпется. Мы сейчас с Китаем за ним, неизбежно уйдет Индия. Неизбежно. Поэтому скорость, с которой все это произойдет, кто-нибудь мог представить в 91-м году, что финансовая система СССР может упасть в ноль за каких-то пару-тройку месяцев. Наверное, никто не мог предположить. Просто вот. Ну, нереально. Но это же произошло в той великой стране. Поэтому к чему-то подобному надо готовить сейчас. Но надо думать не о том, как будет плохо, а о том, как нам это плохо пережить. И так, чтобы после этого стало лучше, чем было до этого. Да, смотрите. Как выражался Александр Лукашенко, то есть удавку доллара мы, собственно, скорее всего, вот где-то сейчас должны с себя сбросить. Ну, вот понимаете, вот что мне нравится слушать Александра Егорьевича. Он находит такие классные ассоциации и сравнения. Удавка доллара, она потому и удавка, что если не дергаться, она как бы не сразу затягивается. А вот начинаешь дергаться, она все больше и больше схватывает и дышать нечем. И это очень правильное, очень четкое сравнение, которое описал Александр Григорьевич. Безусловно, вот просто железным, десятком, без вопросов. Но, тем не менее, Россия, а как ни одна другая страна, имеет потенциальные возможности выйти на новый этап развития мировой торговли, экономики и цивилизации гораздо с большим потенциалом и большими возможностями, чем любая другая территория на земном шаре. Почему так? Потому что, как бы в будущем не строилась финансовая система, еще бы она ни начиналась, она должна быть чем-то обеспечена. Расчетная единица должна быть чем-то обеспечена. Так вот, с точки зрения того, что присутствует... Чем можно ее обеспечить, это все есть в России, в общем-то. Безусловно. То есть вопрос только переписать правила, по которым будет проводиться своя национальная эмиссия. Поэтому, на мой взгляд, то, что надвигается на нас, это, безусловно, серьезный шторм. Но, по мне, как той мышке, которая эксперименты на себе многие пережила, я не вижу в нем смертельной опасности. Я понимаю, что в случае необходимости люди, которые остались и пережили шторма 90-х годов, они вполне себе способны провести наши страны через него. Просто надо воспользоваться этим опытом, так или иначе. Знаете, что вселяет оптимизм? То, что лидеры встречаются часто. Соответственно, все вот эти вот моменты, я понимаю, они какие-то сложнее, какие-то проще для решения. Где-то вообще выеденного яйца не стоит, а где-то действительно требуют большой серьезной проработки уже на экспертном, на правительственном уровне. Но есть политическая воля для их решений. И лидеры, во всяком случае, эту политическую волю демонстрируют регулярно. Логика и давление обстоятельств, наверное, заставят нас принять те решения, которые сейчас неизбежно и срочно они принимают. И как бы тяжело кому-то не было, я считаю, слава богу, что сейчас наступает ситуация, когда мы вынуждены принимать правильное решение. Было бы очень плохо, если бы мы их по-прежнему не принимали. Я надеюсь на то, что логика обстоятельств заставит нас степенуться, взбодриться и, как всегда, решить задачу в пользу нашу. В первую очередь в пользу наших народов, потому что я вот не так давно, но наверняка вы тоже следили, Лукашенко обращался к народу и парламенту. И один из тезисов таких, на мой взгляд, главных, это вся его политическая карьера, эти тезисы так или иначе они с ним. Главное – это экономика. Вот все остальное может быть, может не быть. Ну, а как с этим спорить? Давайте откровенно, что уровень жизни населения в стране, где падает экономика, не может повышаться. Источника для повышения уровня жизни не просто не будет существовать. Не может на падающей экономике расти уровень жизни населения. Поэтому любая страна, которая деградирует, у нее падает уровень жизни населения, что неизбежно приведет к потере регипетизации власти. Это первое. Второе, что безусловно важно, значит, развиваться в ситуации, когда у вас над нами стоит метрополия, вам никто не даст. Ну, так по определению, да? Все лишнее, и лишние заберут в метрополии. Поэтому для того, чтобы ваша экономика развивалась, вы должны иметь свою суверенную финансовую политику. Поэтому для того, чтобы обеспечить в том числе свое технологическое развитие, внешнюю независимость, оборонные возможности, политическую независимость, вам придется на первом этапе. И я совершенно согласен с профессором Картатоновым, который сказал, что самое опасное для выступающих в Думе и Средней Федерации, это сказать, что нам необходимо вернуть суверенитет финансовой кредитной системы и сообразной национализации Центробанка. Он не раз об этом говорил. Почему? Потому что вот здесь Кащеева игла, именно здесь. Саня Егорович как всегда по корням прошелся и здесь без вопросов. Просто коротко всегда суть выхватывает. Просто мы разлучаем вот из-за той каши, которая у нас очень часто из телевизора идет, этих камедей разных, все остальное, мы перестаем воспринимать слова в соответствии с тем смыслом, куда то и вкладываешься. А этот смысл есть. Просто его надо слышать. Ну еще повторюсь, наверное, отрадно, что лидеры демонстрируют единую позицию, волю к сближению и я уверен, что совместными усилиями, очевидно, что они нужны именно совместные в этой ситуации, вот ту самую Кащеевую иглу они найдут. Ну точнее, я уверен, они знают где она, просто вопрос достать ее и ну дальше как в сказке. И будет все хорошо. В любом случае, ну вариантов по всякому случае я других не вижу, если мы хотим жить и хотим, чтобы наши дети жили и жили хорошо. Спасибо вам, Владимир Николаевич, за этот разговор, за ваше рассуждение. Как всегда, было интересно. До новых встреч. Спасибо. Всем здраво смыслу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова